Собственно говоря, Асланбек, я хочу начать разговор с того, о чем мы сейчас буквально разговаривали. Были опасения у многих людей, что Владимир Минеев и Магомед Смайлов могут что-то вроде приятельского, такого товарищеского спарринга устроить. В итоге получилась драка. Какие у тебя эмоции от того, как ты посмотрел бой? Я бой посмотрел буквально недавно, потому что был в отъезде. И да, я согласен. Казалось, что это будет очередной развод, в кавычках. Что ребята выйдут, заработают деньги, условно говоря, погладят друг друга по голове и разойдутся. Но не в этом противостоянии. Все-таки мы должны понимать, что Минеев и Смайлов, они антагонисты друг для друга. Это слишком принципиальное противостояние, чтобы выйти и просто так отработать номер. Бой мне понравился в плане эмоций, в плане зрелища, в плане стараний. Боксеры выложились максимально, отработали свои деньги, дали людям эмоции. Видно было, что зрители, которые были в зале, они максимально зарядились этой энергией. И я уверен, что смотря бой вживую, мы тоже получили бы другие эмоции. Меня приглашали на этот поединок, Камил мне позвонил перед боем. Но к тому времени у меня уже были приобретены билеты в Кыргызстан. Я ездил в гости к своим друзьям. Не мог уже перестроиться. Но молодцы, молодцы. В любом случае, такие знаковые противостояния, они привлекают внимание. Скажу честно, я первый раз посмотрел бокс в исполнении Исмаилова и Минеева. До этого не смотрел их поединки, не по правилам ММА. И Исмаилов, надо отдать ему должное, проявил характер. Мага большой молодец. Он выстоял там, где большинство, наверное, уже сдались бы. Он пошел до конца. И по моим ощущениям, в первых трех раундах он даже был лучше. Ну, как минимум 2-1. Я 3-0 дал бы первые три раунда Магомеду Исмаилову. Его удары были более акцентированные, я считаю, больше. Второй раунд был близкий. Первый, третий, я думаю, Мага точно забрал. Но при этом в плане стараний, в плане заряженности, в плане каких-то, знаешь, навыков, приобретенных в боксе, хотя этот вид спорта не является для него родным, в плане реакции можно могу похвалить. Но все-таки у Владимира Именеева школа есть ударной техники. Все-таки в этом плане Владимир был высшим классом. В принципе, что мы могли увидеть и по ходу боя, и многие говорили об этом и до поединка. Что все-таки Владимир Именеев это ударник, пусть и кикбоксер, и он будет предпочтительно в этом поединке смотреться. И действительно, его школа, она сыграла роль. Он был максимально собранный. Он включался, когда надо, где-то академично, где-то расчетливо. Вот именно хладнокровие было на стороне Владимира Именеева. Он контролировал ситуацию. Видно было, что он контролировал ситуацию. Магомед в очередной раз поддался эмоциям. Уже третий раз был в противостоянии. Да, там, попадал Мага в первых раунда, попадал. Но нужно понимать, что восьмираундовый поединок и силы необходимо было распределить. Потому что, ну что мы имеем? Да, более высокорослый ударник базовый и боец, пришедший в ударную дисциплину, который только приобрел эти навыки, где-то поверхностно, где-то в ускоренном режиме. И перед тобой соперник, который на 10 сантиметров выше, у которого длина рук больше. И что тебе остается? Значит, у тебя нет джеба, у тебя нет школы, у тебя есть какие-то инстинкты, движения, инстинкты, резкость и так далее. Но даже если у тебя был бы джеб, то у соперника руки длиннее. Что остается? Остается много двигаться, в принципе, что Мага и делал. И перестукивать, перестукивать корпус, голова, вот эти нестандартные удары, в принципе, что Мага и делал. Но, я считаю, не стоило так вкладываться в первых раундах. Прямо вот эти размахайки, прям, знаешь, выбрасывать, они много сил отняли. Больше движения легкого. Магомед был в хорошей форме, это было видно. Больше движения легкого и перестукивать, перестукивать. И смещаться именно от правой руки. Мага постоянно шел на правую руку. Смещаться от правой руки. Ну, есть классика в боксе, если ты левша, а Мага левша, нужно начинать ударом с задней руки. Ударом с задней руки и смещаться за сильную сторону Минеева. Вот в этом плане, как бы, в этих нюансах были допущены определенные ошибки. И психологическое состояние, конечно. Вот видно, что максимальный раздражитель Минеев для Исмаилова. Максимальный раздражитель. Вот если с другими Исмаилов мог где-то кураж поймать, более налегке отработать, контролировать себя, свои эмоции, ситуацию, то здесь он поддается эмоциям. Такое ощущение, что хотел просто голову снести, заряжался на удар. И Владимир это понимал. Он своей уверенностью... Такое ощущение, что, знаешь, в их противостоянии Минеев доминирует психологически. Что ему комфортнее в этом противостоянии. И дело не только в навыках. Ведь навыки у Исмаилова тоже есть. Пусть и приобретенные в этом виде спорта, позже, да, поверхностно, не такие глубинные. Но понимание есть. И именно вот эти инстинкты, даже в стрессовом для себя ситуациях, Магомед максимально сохранял. Мы же видели, даже находясь в состоянии Гроги, Магомед вот эти свои удары, знаешь, где-то сдвоенные, где-то корпус, голова. Он это исправно выбрасывал, эти удары. И есть у него в арсенале, ты понимаешь? Есть. То есть есть у него эти навыки, есть у него, скажем так, удары, доведенные до автоматизма. Это все у него есть. Но вот психология и кардио, конечно, 8 раундов, ты сейчас понимаешь, это была авантюра. Я думаю, максимум 6. Это был бы хороший поединок, если бы 6. И тактически где-то по-другому, если бы подрался. Но в любом случае, оба молодцы. Оба молодцы. Можно много говорить, разбирать этот поединок. Оба молодцы. Честно, надо похвалить их. Надо, как есть сказать, это знаковое противостояние для российских единоборств. Это знаковое противостояние, в первую очередь, для ММА. Это одно из самых крупных противостояний. Если не самое крупное. Вообще в российском ММА, в российских единоборствах, в плане привлечения внимания. Да, там по навыкам может. Есть вопросы. Те же профессиональные боксеры, боксеры-любители заслуженные, они много огрехов увидят в технике. Но опять же, в плане продвижения, в плане каких-то эмоций, стараний, ребята молодцы, максимально отработали. Просто хочется обоих похвалить. Магомеда за стойкость, за желание добыть эту победу, за готовность идти до конца. Владимира за его хладнокровие, за его уверенность и за его благородство. Надо дать должное. Он максимально был уважителен до боя, во время поединка, после поединка. Не стал злорадствовать, хотя мог бы где-то себе это позволить. Максимально в рамках себя вел. И Магомед Исмаилов после поединка максимально адекватно принял это поражение. И честно, нужно быть, наверное, хейтером, чтобы что-то плохое говорить об этих ребятах в данном противостоянии. Не было побоя ощущения, что, в принципе, Владимир-то готов так попроще поработать, но именно сам Магомед драку навязал. Да, да, было такое ощущение, что Магомед именно хотел снести голову. Именно вот эту драку начать вкладываться. И Владимир принял эту драку. Если бы темп был меньше, я думаю, Владимир, как и со Штырковым, и с другими, он отработал бы в таком академичном стиле. И в этом плане, наверное, зрелище в первую очередь сделал Исмаилов. Потому что именно вот эта сверхпринципиальность, ну это же его и погубило. То есть он дал нам зрелищность, он втянул Владимира в ту игру, в которую Владимир оказался готов. И в итоге мы получили очень красивый бой. Но для самого Исмаилова это оказалось фатальной ошибкой. Потому что он израсходовал свои силы, он не рассчитал их. То есть там, где нужно было по нарастающей идти, он просто взял все, выложил. Все. Первый раунд более-менее, потом со второго, прям видно, был третий. Это два раунда, где он максимально сжег свое топливо. Ну а дальше морально волевые, конечно, это впечатляет. Я помню там реакцию некоторых людей, которых там в том числе я лично опрашивал еще до боя, там просил прогнозы на бой Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева. Вот помню, например, Анатолий Токов после своего боя с Довутмуродовым даже немножко посмеялся, когда у него спросили про прогноз, про его мысли на Минеев Исмаилова. Он сказал, что Минеев прям огромный фаворит. Вот ты, когда посмотрел бой, ты увидел, что реально был смысл соглашаться на этот риск Магомеду Исмаилову или не стоило этого делать? Да, однозначно стоило, потому что Магомед был максимально конкурентен. Магомед забрал первые три раунда. И я был в числе тех, кто считал, что у него есть хорошие шансы на победу. За счет своей реакции, за счет своей скорости, за счет своих передвижений, за счет своей резкости, за счет этих инстинктов, которые у него есть, вот эти сдвоенные, боковые, вот эти через руку удары, через корпус. Да, у него нет школы. Да, он не мог как-то действовать, знаешь, академично. Он действовал на эмоциях. Он торопился, пытался попасть. Но бой-то был конкурентным. Он сжег свой бензин, но бой был конкурентным. Поэтому сто процентов я считал, что у Магомеда есть хорошие шансы в этом противостоянии. И я считаю, что у него были бы эти шансы хорошие, если бы он действовал бы хладнокровно. Но, как показывает практика, противостояние с Владимиром Исмаиловым не может быть хладнокровным. Он для него максимально неудобный соперник в психологическом плане, в первую очередь. В плане навыков он какую-то часть боя доминирует. И в ММА, где это было более явно, и в боксе, где это было не так, скажем так, откровенно, но была, скажем так, не то чтобы даже доминация, а определенное преимущество Исмаилова. Но он позволяет все-таки Владимиру в голову себе залезть. Я думаю, это психологический аспект, он имеет важную роль. Но в любом случае соглашаться стоило, просто стоило подраться по-другому, я думаю. По ходу боя у тебя не возникало желание, знаешь, даже вернее не так, не столько желание, вот если бы ты был на месте у главных Магомеда Исмаилова, выкинул бы ты полотенце, скажем там, после шестого раунда, потому что очень много уже к тому моменту урона принял Магомед в нокдаун, по-моему, он по ходу боя что-то пять или шесть раз упал. Или четыре раза. Или четыре, то ли пять. Ну, в плане сохранения здоровья, однозначно, нужно было выбрасывать полотенце, потому что бокс, это очень опасный вид спорта. Здесь тебя постоянно бьют в голову. Мы должны понимать, что если в ММА ты можешь прижаться к сопернику, отлежаться, перевести там, задеялить, то здесь ты постоянно находишься в опасности. Тебя бьют в голову. Я считаю, что в этом поединке Исмаилов отдал много лет жизни. Это очень-очень тяжелый бой для него, который будет иметь огромные последствия. И, конечно, в этом плане, понимая, что уже нет никаких шансов, понимая, что уже Владимир контролирует бой с четвертого раунда, что ничего не изменится. И удары у Исмаилова все-таки, он же много попадал, но Владимир держал эти удары, хлесткости не хватает. Вот где школа, вот где именно приобретенные навыки, а не те, которые были изначально глубинные. Нету этой хлесткости в ударах. Более толкающие такие удары. Вроде взрывные, но такие толкающие удары. И учитывая, что просевшую функционалку, даже на лаки панч шансов было немного. И учитывая вот эти все моменты, я думаю, конечно, стоило бы поберечь здоровье. Но опять же, видишь, мы сейчас об этом можем говорить, сейчас можем рассуждать. Находясь в поединке, мы же не знаем, что там было. Мы не знаем, что Исмаилов говорил своим угловым. Возможно, он им запретил. Хотя в такой ситуации, наверное, стоит все-таки этот риск принять на себя, ответственность принять на себя и выбросить полотенце. Я бы выбросил, я думаю. Возвращаясь к началу разговора о том, что не состоялся дружеский спарринг, получилась драка. Но вот из-за того, какими я себе этот бой изначально представлял, было ощущение, что сейчас оба проведут бой и двинутся дальше в каждом своем направлении. А теперь как будто возникает вопрос, а что действительно дальше для маги? Как по-твоему? Я думаю, в этом году Магомеда не стоит выступать. Вообще нигде ни по каким правилам. У нас есть договоренность о противостоянии токов Исмаилов до конца года. Мы еще не разговаривали с Исмаиловым. Было бы странно сейчас звонить ему и говорить о следующем поединке. Но я думаю, это большая ошибка будет со стороны Исмаилова взять этот бой в следующем и в этом году. Учитывая тот урон, который он принял на себя, я думаю, максимально нужно восстанавливаться Магомеду и следующий поединок проводить с опасным, молодым, пыщущим здоровьем токовым. Это большая-большая ошибка. И я думаю, это риск огромный. Поэтому я бы посоветовал маги просто отдохнуть до конца года, поправить здоровье, разобраться в себе, понять, что он будет делать дальше. Мы со своей стороны, естественно, будем ждать, пока сам Магомед выскажется, пока он будет готов дать какой-то ответ. Тем более, что и команда, то, кого ждет, им тоже нужно устраивать свои планы, понимать, дерутся ли они с Магомедом или нет. Если дерутся, то когда. Если нет, то с кем. Если не у нас, то Беллатор и так далее. Там тоже есть у него контрактные обязательства. Это все нужно понимать. Но я думаю, мы не будем Магомеда пока беспокоить. Как он сам посчитает нужным, он свяжется. И мы обсудим его дальнейшее, скажем так, движение. Но если Магомед будет настаивать на том, чтобы выйти и провести этот поединок, лично мое мнение будет, что не стоит. Я его выскажу. А там, я думаю, мы все примем решение. Получается, ты сейчас отчасти на мой следующий вопрос ответил. Как раз хотел спросить, что теперь с противостоянием вообще маги Итокова и вообще с сотрудничеством с ACA. А мне вот интересно, если ближе к концу года все-таки станет ясно, что вот Мага чувствует в себе готовность к возвращению и уже там какие-то разговоры заводит. Ну, скажем, с RCC включится ли ACA в переговоры с ним? Я не думаю, что, знаешь, для нас сейчас принципиально, чтобы этот поединок прошел. Мы хотели его сделать, в определенный момент он не состоялся. Потом уже мы больше хотели его сделать по просьбе самих бойцов, в первую очередь Исмаилова. Но сейчас расклады изменились. И выпускать его в клетку с токовым у нас, я считаю, большой риск. Опять же, мы не знаем, что будет завтра, мы не знаем, возможно, этот бой состоится, но я тебе говорю, здесь сейчас свое мнение. Не как представитель лиги, а как просто функционер, человек, который следит за единоборствами, у которого есть свое мнение. Я считаю, это опасно, оно того не стоит. Если у нас не получится, и Магомед постарается подраться в RCC, это их право. Он не на контракте у нас, не на эксклюзивном, не на каком. Эти риски уже RCC примет на себя. И сам Магомед, и его соперник. Возможно, это не только будет. Возможно, кто-то другой будет. Ну, если это произойдет. Для нас не будет принципиально то, какие решения будут приниматься там. Для нас принципиально, какие решения примем мы здесь, внутри. То есть, что для нас важнее, риск или не риск. Я думаю, обязательно противостояния у нас хватает. Поединков на этот год, которые могут быть интересны широкой аудитории. Поэтому будем ждать, посмотрим. Вот в Лиге ЕСЕ еще недавно были актуальные разговоры о возможном поединке с Асланом Азбарова, с Евгением Гончаровым. Причем речь там шла об ММА. То есть, фактически, там базовый боксер должен был переходить в, скажем так, на чужое поле, на ваше поле. Вот сейчас, когда ты посмотрел бой... Ну, это не площадка Fight Nights, но все мы понимаем, да, Камил Гаджиев, Магомед Исмаилов, Владимир Минеев, все это воспринимают в любом случае, как Fight Nights отчасти. Когда ты вот посмотрел на такой боксерский поединок двух ММАшников, который действительно и смотреть было интересно, и большое внимание привлек, не задумался ли я о том, что, может быть, было бы круто что-то такое на своей площадке в ИСЕ все-таки сделать? Ну, в виде исключения, может быть, в виде эксперимента. Боксерский поединок? Именно, да, боксерский поединок. Ну, это не наш формат. Мы должны понимать, что Камил Гаджиев двигается, как он умеет. Для него важно создать шоу и громкое противостояние. Он в этом хорош. Он умеет найти бой, акцентировать на нем внимание, неважно по каким правилам. Он, в принципе, начинал в таком формате, что в одном карде бились и парикмахеры, и журналисты, я не знаю, и поп-представители, поп-певцы, и другие, и спортсмены. То есть это все было в перемешку у него всегда. С самого начала. Он изначально принял такой, знаешь, развлекательный характер в своих шоу, начал делать в таком формате именно. У нас все-таки превалирует системность. Традиционной ММА мы очень, скажем так, дорожим тем, что у нас есть, тем форматом, который у нас есть. Мы его не портим. Да, у нас был кикбоксерский поединок, раз в грозном виде исключения. Это все происходило. И исключать, что это будет, в полной мере я бы не стал. Но это не наш путь, и мы сейчас в этом не нуждаемся. Зачем? У нас есть полноценная организация, которая набрала обороты. Я считаю, это единственная лига в СНГ, которая может называть себя полноценной организацией с чистотой проведения турниров, с количеством бойцов, с системностью и так далее. Если у других это больше, знаешь, дело случая, то мы стабильно эту работу выполняем, и мы крупная организация. которая соответствует всем требованиям. И сейчас пытаться проводить какие-то боксерские поединки именно в рамках карда по ММА было бы неправильно. Мы бы отошли от своего формата, от своей философии. Но другое дело, что можно было бы, знаешь, как-то отдельное направление открыть, где можно было бы и борцовские проводить противостояния, и джиксерские, и боксерские. Ну, джиксерские противостояния широкой аудитории не очень интересны. Я думаю, борьба, бокс, это было бы нормально. Но, опять же, это в рамках другого направления, когда мы могли бы привлекать доступных бойцов в АСЕ и так далее. А так, в рамках АСЕ нет, я думаю, это на сегодняшний день маловероятно. Потому что мы максимально преданы тому, что делаем. Ну, представь, в том же UFC, чтобы там выходили каких-то боксеры, там выходили... Да, в 1FC такая история есть, и она неплохо заходит. Но мне кажется, вот ценность как MMA промоушен, это в разы уменьшает. А если говорить о, может быть, пересмотре некоторых там эксклюзивных условий с рядом бойцов, я не говорю со всеми, но вот недавний пример, скажем, Валерия Мясникова, который мы все знаем как бойца MMA, причем уже очень давно, заслуженного бойца высокого уровня, вот пошел в кулачку, и прямо реально карьера поделилась на до и после, победил Дауда Кельбиханова и стал как будто вот прям звездой в этом направлении. Вот условно, не знаю, Магомед Расулу Гасанову представить себе в такой ситуации ты можешь? Не в то время, когда у него контракт с ICA. Наши чемпионы не смогут выступать в других направлениях. Это хорошо для самих спортсменов в плане укрепления своего бренда. Но это нехорошо для них в плане продвижения своей карьеры в MMA. Потому что они распаляются. Уже переходя в другие направления, они чуть по чуть-чуть там, здесь. Это уменьшает их уровень в одной дисциплине, в родной для них, скажем так. И это нехорошо для промоушена. Потому что это и репутационные риски. Отпустив нашего чемпиона в боксе, где он может принять на себя ущерб, уйти в нокаут, голый кулак и бокс и так далее. Потом мы потеряем его как представителя MMA. Понимаешь? И это большие риски. Каждый должен заниматься своим. И если спортсмен свободный агент, свободный художник, который гонится в первую очередь за популярностью, который хочет заработать здесь и сейчас, ущерб, наверное, долгосрочной перспективе своей. Это их право. Но пока они чемпионы в нашей лиге, пока они на контрактах, естественно, лига хочет, чтобы они бились в своей родной дисциплине и выполняли и выполняли свои контрактные обязательства. Возможно, да, они не станут такими популярными, хотя в этом плане мы тоже прогрессируем как организация, продвигаем бойцов где-то больше, где-то меньше. Но в любом случае они будут двигаться в правильной для них системе координат. Асланбек, в нашем деле недавно объявили бой Александра Грозина с Эдуардом Вартаньяном. Тебе нравится этот бой? Как медиа поедина, как привлечение внимания, да, но как конкурентное противостояние я не думаю, что Александр Грозин сможет что-то противопоставить Эдуарду Вартаньяну. Он набрал ход, он будет быстрее, потому что он, по сути, такой полулегковес, наверное, который набрал вес и так далее. Габаритах он явно уступает, но он базовый борец, понятно, сейчас любит биться в стойке, довольно быстрые у него руки и ногами хорошо бьет. Но Эдуард Вартаньян это другой уровень, это просто другой класс бойца. И если Эдик не растерял свою форму, ту, которая у него была в Грам-при ACA, если он является все тем же Вартаньяном, Эдик, он может иногда, знаешь, с не самыми сильными соперниками подраться на их уровне, а кто посильнее, он уже как бы расцветает там. Чем сложнее задача, тем лучше он ее решает. Я допускаю, что могут быть определенные проблемы, но опять же повторюсь, если это тот Эдик, который был, если это именно боец с таким настроем, который у него был в лиге ACA, я не думаю, что этот поединок будет конкурентным. Я думаю, Эдик уверенно заберет, он может и финишировать соперника, или забрать все раунды. Просто перевести, прижать к сетке, перевести, забить локтями, или, я не знаю, сабмишем провести. Эдик, в моем понимании, это другой боец, другого уровня. Александр Грозин молодец, насчет него ничего плохого не могу сказать. Парень привлекает к себе внимание. В свое время он не пошел в лигу ACA, хотя мы много раз пытались это сделать. И, наверное, он оказался прав, учитывая, как его карьера складывалась. Он выступал там, 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 приобрел известность, набрал ход, набрал уверенности. Того же Кабардиева очень крепкого победил. И экс-бойца UFC Оливейру, сбитого летчика. Но, тем не менее, это хороший скальп, и, в первую очередь, это отличная уверенность в себе, в своих навыках, в медийном продвижении своем. И он заслужил такой большой поединок и такой шанс. Если завтра он сможет каким-то образом победить Эдика Вартаняна, я сниму перед ним шляпу и признаю в том, что оказался неправ. Ведь мы же анализируем, но мы не предсказатели. Когда говорят там, что вот, там, вы сказали, а так не получилось, ну, конечно, может не получиться. Мы же не предсказатели, мы анализируем просто. Мы исходим из того, что имеем на сегодняшний день. На сегодняшний день это бойцы разного уровня. Ну, в бою много факторов бывает. И мотивация, и мотивационный фактор, и фактор каких-то случайных моментов, фарта спортивного. Все может быть. Но в моем понимании, опять же, да, повторюсь, что Эдик явно фаворит, и он максимально уверенно сделает свою работу. Ну, вот так, чтобы чуть понятнее сопоставить, берем то гран-при, которое Эдуард Фартанян в свое время выиграл в ACA, то есть в полуфинале прошел Раисово, в финале Резниково. Если бы в ту восьмерку попал Грозин, что бы с ним было? Смотря с кем он бился бы. Если бы он бился с Илунгой, который вышел на замену, его он прошел бы. Если бы он бился с Эдиком, не прошел бы. Раисова не прошел бы. Резникова не прошел бы. Багова не прошел бы. Рашида Магомедова не прошел бы. Я бы сказал максимум, короче говоря. Да, и то с условием того, что там, условно говоря, он должен был бы биться с каким-нибудь там топом типа там Мухаммада Кокова, а его в итоге заменил бы такой боец, как Илунга, тогда да. Но если мы учитываем и берем расчет тех, кто был изначально, то шансов было бы много, тем более тогда. А сейчас, вот в этом гран-при, ну, в принципе, то же самое. Багов, Батиста, который был изначально, Шейхаев, который вышел на замену, Абдулазийск, Коков, Алия Абдулхальков, Дэви Рамас. Просто нужно понимать, что в этой игре существуют уровни. И плюс фактор родных стен, он тоже очень важен для бойцов. Ну, как родных, наше дело, так себе родное, наверное, да, поле для него. Парень уральский, RCC больше можно было бы назвать родным его поле. Но придя в ACA, мы должны понимать, что здесь максимально другое давление. То есть, попадая в эту среду, высочайшие конкуренции, ты здесь уже не можешь себя чувствовать так уверенно, как в тех промоушенах. Дело даже не в навыках, потому что плюс-минус драться умеют многие наши бойцы топовые, и не только топовые. И мы понимаем, что на тех же залах происходят разные вещи. Когда знаешь, тот же Эдуард Вартанян в зале многим говорят про игры, тебя сам не видел, Абдул-Азиз говорят, Ислам Амаров тоже. То есть, в зале могут разные вещи происходить. Но важно то, как бойцы справляются с давлением, когда выходят туда, и насколько они там могут раскрыться, показать себя. Это и характеризует настоящих профессионалов. И попадая в эту среду, в ACA, многие бойцы отмечают, что очень тяжело на первых порах особенно адаптироваться здесь. Потому что ты понимаешь, что ты идешь в эту мясорубку. Это максимально тебя беспокоит. Дело же не только в том, что бойцы ACA сильнее или другие бойцы сильнее. Дело в том, что просто в ACA создали такую конкурентную среду, куда приходят бойцы из Fight Night, из RC. Они же не здесь, скажем так, раскрылись, бойцы ACA. Они же откуда-то пришли, где-то заявили о себе. И мы не можем присваивать их только ACA. Так же, как это не могут делать в Fight Night и других местах. И UFC это не может делать. Хабиб когда-то пришел в UFC. Джон Джонс, хотя Джон Джонс более-менее начал на первых порах двигаться там. Многие бойцы пришли в UFC откуда-то. Ценность UFC как раз-таки в том, что они создали тот бренд, куда хотят идти все, где хотят конкурировать и где их максимально продвигают. Так же и ACA здесь, скажем так, внутри российского масштаба, масштаба СНГ, Европа, я считаю. На этой части света ACA максимально такую конкурентную среду создал и здесь тяжело. И поэтому придя сюда тот же Грозин не будет чувствовать себя так уверенно, по крайней мере на первых порах, как он мог бы чувствовать себя в других лигах. И поэтому он выбрал те направления, где двигается максимально уверенно, чувствует себя нужным, чувствует себя конкурентным и это помогает бойцу раскрываться. Вот в плане того, как вести бойца, я считаю, его правильно ведут и это максимально хорошо для карьеры его. А здесь просто не получилось бы его так вести. Здесь он сходу попал бы в мясорубку. Поэтому молодец. Саша Грозин, молодец. Мне нравится за этим парнем наблюдать. Я желаю ему всяческих успехов и отличный бой он для себя получил. Отличную возможность. Асланбек, буквально последняя тема, там пару вопросов осталось. В начале разговора ты сказал, что тебя приглашали на бой Исмаилов-Минеев, но ты не смог пойти там по личным причинам. И я вот сейчас вспомнил, что там же был Анатолий Сульянов. То есть могла ваша встреча состояться первая с момента, насколько я понимаю, первая с момента, как вот о схватке пошла речь. И удалось ему пару вопросов задать. Он сказал, как я понял, точнее, из сказанного им, что деньги вроде бы как уже Камил нашел. Он извинился перед зрителями за задержку, за столь долгое ожидание. И вроде бы как дал понять, что в принципе схватка уже приближается. Вот мне интересно, есть ли какая-то между вами, я не знаю, непубличная беседа, из которой ты тоже понимаешь, что эта схватка приближается, или ты вообще ничего об этом не знаешь в последнее время? Я предпочитаю вообще не думать с Ульяновой. Пока вы у меня не спросите про него, я о нем не думаю. То есть Анатолий не занимает никакого моего времени, внимания, мыслей. Я занимаюсь своими делами. Для меня первично работа в лиге, продвижение, скажем так, наших бойцов, идеи, потому, как бы сделать их более узнаваемыми. Я очень углубился в этот процесс. И я, каждый мой день начинается с того, что я сажусь у себя в офисе, скажем так, и думаю о том, как бы продвинуть представителей лиги ACA, как бы я мог сделать так, чтобы о них говорили. И мои мысли заняты этим. На втором месте у меня, естественно, в плане работы своя студия. У меня есть много проектов, я максимально поглощен в процесс, в котором я всегда думаю о том, кого пригласить, как, что было бы интересно для зрителя. На третьем месте у меня мои тренировки. Я такой непростой период переживаю сейчас в плане тренировочного процесса. У меня максимальные сложности какие-то наступили в плане мотивации какой-то. Я пропустил впервые за долгое время турнир, и результаты последние меня не очень радовали. И форма не та, и уже диету держать не получается. Как-то знаешь, определенная фатия получилась. Я знаю, что этот период пройдет, и просто пытаюсь максимально его преодолеть, и не пропускать тренировки, где бы я ни был. И это, наверное, следствие того, что два года без каких-либо простой, без каких-либо пауз, тренировался в бешеном ритме. И, видимо, организм дал сбой, и сейчас я пожинаю плоды этого всего. Я максимально занят этими тремя вещами. Помимо этого, есть родные, близкие, семья и так далее. А когда вы у меня спрашиваете про Анатолия, вот представляете, вот в таком потоке всего происходящего, чтобы я сидел и думал о том, когда Анатолий созреет. Нет, я отпустил эту ситуацию максимально. Когда мне бросили вызов, я принял эту историю серьезно. Меня это где-то даже задело. То, что, ну, я считаю, что я намного лучше, чем Сулианов. И то, что он вот так дерзко бросил мне вызов на глазах у всех, знаешь, я думаю, ничего себе. А потом это мне показалось довольно-таки забавным, я думаю, ну, почему бы и нет. Повеселимся сами, повеселим людей. Максимально такое интересное медийное противостояние устроим. Тем более, что у нас Анатолий довольно медийный парень, о нем говорят хорошо ли, плохо ли, но тем не менее о нем говорят, и он максимально работает над своим брендом. При этом он не парится о том, чтобы выстраивать какой-то положительный имидж для себя. Да, они заморачиваются просто. И в этом надо отдать ему должное, что он свою линию гнет. И в этом процессе он меня максимально заинтересовал в определенный период. И я даже поверил, что схватка произойдет. Камил позвонил, обговорили условия, я на них согласился, а не торговался, потому что мне важен был сам процесс от деньги, тем более, что часть из них пойдет на благотворительность по нашей договоренности с Камилом. И это на самом деле была хорошая история. Максимально во всех направлениях. Но потом, когда я увидел вот этот торг, когда, знаешь, началась вот эта история, что постоянно из пустого порожня переливают, и мне это перестало быть интересным, потому что я человек, который любит действовать по сути, по-настоящему. Делать, а не говорить. Если говорить, что делать. И когда вот это происходит, тебе это начинает надоедать. Да, я уже как-то где-то уже со злостью сказал, что если до конца июня эта схватка не произойдет, ее не будет. Потом Камил мне позвонил, он объяснил, что до конца июня она не может произойти. И до конца июня, давая, скажем так, твое высказывание, воспримем так, что до конца июня нужно подписать контракт. И мы подписали этот контракт. И говорилось о сентябре, октябре и так далее. Но потом опять же это все затянулось, и я просто перестал об этом говорить. Потому что в какой-то период это стало восприниматься так, как будто я ищу эту схватку, как будто я бегаю за ним, пытаюсь его уговорить и так далее. Да мне наплевать на эту схватку. Мне она вообще не нужна. У меня есть предложение о поединке. На сентябрь я его так же принял. Это не Сульянов, это другой человек. То есть я уже занят на сентябрь. Могу в один день побороться там и в тот же вечер с Сульяновым побороться. Для меня это не проблема. По крайней мере в плане настроя. Поэтому я уже устал от этих разговоров. Будет схватка? Будет. Я подписал контракт? Подписал. Мы с Камилом пообщались. Я говорю, Камил, говорю, мы с тобой договорились? Договорились. Мы пожали руки? Пожали. Ты мне назвал сумму? Да. Я согласился? Да. Если бы эта сумма была меньше, я бы все равно согласился бы. Ты называл? Я согласился. Ты отправил контракт? Я подписал. Мне бросили вызов? Я принял. Меня спрашивают? Я отвечаю. Все. Помимо этого, я не хочу говорить об этой схватке, не хочу говорить, скажем так, о Сульянове, потому что я максимально занят своими делами. Наблюдая за всей историей со стороны, есть полное ощущение, что ты производишь впечатление человека, который готов буквально через 5 минут вообще эту схватку провести, если это надо будет хоть в соседнем помещении. Но при этом, опять же, ты проговорил, что часто очень обращаются с вопросами об этом и уже накапливается какой-то такой негативный эффект от всего этого. А может быть такое, что оно действительно накопится, и в какой-то момент, отвечая на вопросы с Ульяной, и очередной ты скажешь, «Ребята, я уже сам отказываюсь, потому что мне это не нужно, давайте вы мне больше этот вопрос задавать не будете, я выхожу из этой истории, там, до свидания». Нет, я не скажу, что я отказываюсь, потому что я подписал контракт. Я не могу отказаться, потому что я подпись поставил, я к этому максимально отношусь ответственно. Но я могу сказать, я допускаю, что «Ребята, не задавайте мне эти вопросы, я уже устал». Говорить какие-то пустые вещи, не имеющие никакой логики, я не хочу. Давайте оставим этот разговор. Как только эту сватку анонсируют, если анонсируют, мы вернемся и к продвижению, и к каким-то медиа событиям. Нам же нужно двигать эту сватку. А пока нет даты, пока нет подписанного контракта со стороны Сулиянова и готовности бороться, то в этом нет смысла. А так, да, я готов, и не только с ним, я готов с любым бороться. Не потому, что я таким сильным или высокоуровневым борцом или грепплером себя считаю, а потому, что я люблю конкурировать. Я не боюсь проиграть кому-то, но я люблю конкурировать, и мне нравится сам процесс. Я готов бороться с профессиональными спортсменами, я готов и публично это сделать. Не боюсь проиграть, но буду максимально пытаться выиграть, потому что есть определенные навыки, но мы должны понимать, что я не профессиональный спортсмен. Я всегда любил спорт, я всегда занимался им, выступал на любительских турнирах, провел три боя по профессиональному ММА, но я не профессионал все равно, потому что это всегда было так, что я иду на работу, занимаюсь своими делами и по остаточному принципу хожу в зал и когда есть время езжу на соревнования. Вот и все. Поэтому это больше, наверное, любовь к единоборствам и попытка понять этот спорт изнутри. Знаешь, в чем у меня преимущество над многими функционерами в ММА и так далее? У Урмена Гуляна, у меня то, что мы единственные, кто бился профессиональным ММА. Армен Гулян так вообще он состоявшийся профи, у которого куча регалий. Я не такой состоявшийся и не такой заслуженный, но я человек, который окунулся в этот процесс, который понял его, который получал по голове, уходил в нокаут, сам бил, сам душил, меня душили, бил, пропускал, гонял вес, понимаешь? Нет никого другого, кроме Армена и меня, насколько я помню, кто именно профи бился в профессиональном ММА, который понимает этот процесс, не любительские соревнования, а именно профбои по правилам ММА. Когда ты гоняешь вес, когда ты знаешь за благовременно соперника, когда ты выходишь в клетку, когда ты испытываешь этот стресс, это другие ощущения. Никогда в жизни никто этого не поймет. А не поняв это, человек никогда в жизни изнутри не осознает тот процесс, которым он занимается. Кто-то скажет, что это не обязательно делать, чтобы организовать хорошие бои. ты можешь быть хорошим менеджером, промоутером, уметь продвигать, преподносить и так далее. Тебе не обязательно самому владеть навыками и самому выступать. Но, да, я соглашусь, но когда у тебя есть плюс к этому и какие-то навыки и опыт выступления, это делает тебя более, скажем так, ценным функционером ММА. и я на самом деле очень рад, что такой опыт у меня был. ММА. 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 Продолжение следует...